выяснить выяснить постараемся мы как правильно действовать в часто встречающихся ситуациях которые которые к сожалению есть в жизни большинства людей хорошо доброе утро еще раз мы приближаемся сегодня шаббат все я уже в вене шестой день сегодня подряд провожу тренинг давно не проводил столько тренингов 6 дней в общем даже недавно никогда не проводил 6 дней подряд почему то в этом году решил попробовать вот 6 дней это достаточно такое тяжелое подряд 6 дней проводить обучение никогда кстати интересно сейчас у меня сразу настроение улучшилось резко и сегодня установил свой рекорд рекорд в 6 дней подряд тренинг был расстроен и вот вслух сказал и прямо обрадовался вот это класс вообще никогда не делала сейчас хорошо интересно доброго утра дорогие друзья все шестая глава в мишле она нам говорит 20 25 глава не 6 глава 25 глава нам рассказывает очень множество всяких интересных идеи как всегда да то есть царь сам он он в одну главу может вместить 10 тем но сегодня мы остановимся на теме которая которая к сожалению присутствует в жизни большинства людей тема споры споры то есть иногда приходится иногда приходится значит начать спорить до люди не согласны почему-то бывает так что ты особо на близкие люди вот сама почему-то то что цепляет когда близкие люди когда близкие люди не согласны с вами и вы хотите им указать на их ошибки у кого такого было ты значит думаешь в час укажу близкому человеку на ошибку он естественно исправится и значит заживем говорит царь сам он следующая вещь и они близкие не близкие они что же ошибаются еще больше чем близкие и ты думаешь вот сейчас значит укажу ему на его ошибку и он значит исправится в итоге если вы посчитаете возьмете статистику если вы возьмете статистику если если вы вспомните все свои все свои последние попытки исправить кого-то вы придете к такому же выводу как царь сам он прям вы жизнью подтвердите то что здесь написал 25 глава 8 отрывок он сказал так альте цели рива маяр не не начиная не выходи на ссору быстро да то есть что имеется ввиду чека как он начинает ссориться и вот зацепила и он такой все совсем уверен стоп альте цели рива маяр не выходи ссориться бы с не спеши он горит не спеши первые сказали вера кстати зеркана рива садик праведник упомянутых добром отлично мне он как бы каждому человеку он что-то свое говорил что ему надо на что обратить внимание и мне он говорил всегда вот прям я помню это самовне с ним связано и такой совет не спеши прям не спеши не надо спешить я у меня так за руку брал главное не спеши потому что я очень человек такой был раньше вообще я был такой быстрый вообще меня только только вот кто-то не так посмотрел все не человека прямо когда в спорт интернате учился я сразу я спринтер был король старта то есть 110 метров с берегом бегал на старт внимание пружина и вот так вот кто-то мне слово скажет я пружина он говорит не то что ни в коем случае значит не спеши и ссориться быстро может быть и дальше царь ламон объясняет пн может быть матасы бахарита что-то будешь пас впоследствии это делать до ба клим от х рэха когда будет позорить тебя ближний твой значит действительно потом начинаешь думать от как же я вообще что же вы делал тогда ближний то он же не молчит сила действия равно силе противодействия если ты на кого-то напал там со своим со своей критикой или со своим советами ссорами там и так далее он же ответит а может он такой же быстрый как ты а может он быстрее чем ты может быть он вообще сегодня с утра у него был плохой день и он просто ну вот это была последняя каплика был его мировосприятие твой твоя как бы критика этого ссора то есть бывает такое да что даже близкие люди в одном состоянии кто-то что-то сказал ты посмеялся а в другом состоянии это ранит там вообще все страхи обиделся бываешь кому-то там сказал что-то нормально потом стал то же самое взрыв значит и когда ты не знаешь принципе в жизни ты не знаешь что будет впоследствии да и последствия никогда не знаешь не знает человек надо вообще ему было ссориться или не надо потому что бывает что вторая сторона настолько на эту ссору отреагирует не неадекватно с твоей точки зрения еще раз напомню что проводили исследования один из самых известных психологических экспериментов о взаимодействии людей которые показывают суть взаимодействия между людьми значит двоих человек садили за стол друг напротив друга и говорили значит ударе другого под столом а второму говорили а ты должен ответить точно ровно так же как тебя ударили не больше но и не меньше и тот который бьет первым он тихонечко бьет второго ногой под столом попробуйте этот эксперимент с тем то ты бьешь кого-то тихонечко но ты жабутый а он ты бьешь по надкоснице по живому месту по больному тот значит получил ему больно он убьет тебя по надкоснице но он же бьет так чтобы ты почувствовал ту же боль которую почувствовал а так как он в ботинки он тебя бьет и муж вообще не больно но тебя бьет а тебе это больно в общем через две минуты ста процентах случаев люди начинали дубасе друг друга под столом с такой силой что эксперимент прекращали то есть когда ты кому-то говоришь какое-то обидное выражение то ты не знаешь насколько ты можешь его больно ударить в своими языком да как говорится жизни смерть на кончите языка и чем учили у царя сломона шумер пив вылашено шумер мецерот навшо тот и сохраняет свой рот язык сохраняет тут неприятности от страданий свою душу был другой ученик уравзильбера так мне он говорил не спеши а тому он говорил молчи вообще молчи вообще ничего не говори потому что он очень такой агрессивный и он очень ну в словах такой его хорошо знаю очень в словах такой знаете ну так может сказать что это самое так он ему говорили вообще молчи вообще не говори ничего вот просто лучше вообще молчи тебе лучше не разговаривать агрессивный особенно женой вот чтобы она не сказала молчи и этот друг он все время так показывает уверит вам не так показал себе ночи все понятно да теперь следующий отрывок 25 отрыв 25 глава 9 отрыва говорит нам царь самон следующие уже следующее такое указание прям конкретно можете записать значит ривка риф и треха он дальше говорит хорошо ты уже вышел ссориться ссорься ссору с ближним твоим что значит ссорься ссору он говорит бывает ситуация когда ты не можешь не ссориться бывает которой в которой ты уже прям написано ссорься ссору что он имеет ввиду ссорься ссору с ближним своим ну имеется ввиду ближний это с тем ты в хороших отношениях был но сот ахер аль тагель но тайну другую не открывает значит что имеется ввиду вот начинается спор например мужа но идут он ей говорит вот птица красивая на заборе она ему говорит это не птица это кошка и почему ты вообще такой невнимательный я не знаю он ей говорит послушай во-первых это птица это раз во-вторых это я внимательный вот кто внимательный он говорит так это я а вот и он не говорит вот и точно невнимательная мало того что ты невнимательная ты еще и опаздываешь все время она говорит я опаздываю как ты можешь такую клевету на меня говорить, ах ты клеветник такой. Значит, правильно, моя мама говорила, и она начинает открывать тайну другого, тайну мамы. Мама же ей говорила, мама же не ему говорила. И какое имеет отношение то, что мама говорила к тому, что он сказал, что это птица на заборе. Но она открыла тайну. Правильно мама моя говорила, чтобы я за тебя замуж не выходила. Он говорит, ах, так вот это вот мама твоя, значит, нехорошая женщина. Она вообще так говорила. Ну, все, что мамы твоей у нас дома не было больше. Она говорит, так ты, значит, получается, меня не любишь. Права была моя мама. И все. Все. От птицы ушли к маме. Не любишь. Царь Солмон. Вот если бы было у них в руках книжка Мишли, да, притча. Оба книжку держат и читают. Вот. Двадцать пятая глава, девятый отрывок. Спорь. Ривка рив. То есть, Сорум спорь. Ссорься. Вот он должен был взять и так и говорить, это птица. Она говорит, ты невнимательный. Это птица. Она, ты невнимательный. Он говорит, а вот я тебе говорю, это птица. Все. Не надо переходить на внимательный, ты невнимательный. Это птица или не птица. Вот ссора наша была по поводу птицы, а не по поводу внимательности, мамы там и так далее. Ничего нельзя приплетать в ссору. То есть, если вы уже идете с человеком выяснять отношения, нужно, особенно с близким, нужно четенько обозначить границу выясняемого аспекта. Он и говорит, это птица. Она говорит, это не птица. Он говорит, это птица. Она говорит, это не птица. Ну, тут сильно нету размаха поссориться особо, да? То есть, или птица, или не птица. Спрашивают, мужчина мимо проходит, говорят, мужчина, это птица или не птица? Давайте рассудите нас. Он говорит, я не знаю, говорит. Давайте проверим. Берет камень и кидает в забор. И она взлетает. Он говорит, это птица. А она говорит, это летающая кошка. Все. Да и давай на этом остановимся. Это летающая кошка. Я, говорит, есть очень хорошая такая в таких спорах лайфхак, такая фраза лайфхак. Я, конечно, могу с тобой согласиться, но мы оба будем неправы. Вот так можно записать эту фразу. Я готов с тобой согласиться, но мы оба будем неправы. Значит, 9 отрывок 25 главы, это свой спор веди с ближним твоим, но тайны другого не открываем. И 10 отрывок 25 главы, то есть, чтобы эту тему закончить, заканчиваем мы сейчас эту тему со спором. Значит, говорит царь Самон, в принципе, он как бы из этого делает вывод. Что такое причина следственной связи? Первое. Он говорит, не ссорься. Ты не знаешь, куда заведет ссора. Лучше не влазь. То есть, такие могут быть последствия, что вообще. Второе. Если ссоришься, ссорься только по аспекту. Ни вправо, ни влево. И особенно не открывает тайны других людей. Вообще про них не говорит. Третье он говорит. Десятый отрывок. Пен и хаздеха шумея. Уди бадха лотошов. Может быть, осудит тебя твой слушающий, слушающий вообще эту ссору. Да? Кто слушает твою ссору? Тот, с кем ты ссоришься. И особенно, если люди вокруг есть. Войди бадхо лотошов. И ты свою клевету не вернешь. То есть, вот это то, что ты про маму сказал, про там не маму сказал. Уже ты слово не воробей вылетит, не поймаешь. Ты уже сказал. Кто-то услышал. Кому-то передал. В пылу спора люди такие вещи говорят, что потом жалеют о них. Вот кто жалел о том, что сказал, бывает в споре. Как-то можно, не дай бог, обидеть кого-то из близких. Детей можно обидеть. Я один раз поссорился. И, ну, просто в гневе я там сына обидел. Вообще, очень я, ну, очень жалею о том, что я сказал. Сказал какие-то слова там его. Ну, обидел, как бы, знаете, в пылу спора. Человек что делает? У каждого из нас есть проявления. И эти проявления бывают иногда не очень хорошие. Но проявление не значит, что я такой. То есть, в споре человек отождествляет проявления с собой. Например, ты ленивый. Он может другому сказать. Это неправда. Ленивый, ты не можешь поставить клеймо на человека. Он иногда ленится. Иногда не ленится. Значит, зачем ты клеймо ставишь, ты ленивый, если он иногда ленится? То есть, ты можешь сказать, ты иногда ленишься. Он скажет, да, я иногда ленюсь. И ты иногда ленишься. Ну, да, я иногда ленюсь. Ну, все, давайте там иногда не лениться. Или лениться иногда, ничего страшного. То есть, ну, сказать, ты ленивый, это неправда, во-первых. Но обидно. Ну, и так далее. То есть, когда человек в пылу спора, особенно он входит в эмоциональную какую-то свою яму, то все, он может такого наговорить, что потом жалеет. И мало этого, тот, с кем он спорит, ссорится, это один аспект. А окружающие, которые скажут, это человек скандальный, с ним вообще нельзя иметь дело, это другой аспект. Поэтому лучше использовать совет Рава Зильбера. Какой совет он говорил? Не спеши ссориться, убегай. Убегай, успокойся, подыши, подумай, там вообще ничего не говори. И, значит, вы скажете, а вот что, пропускать с этой штуки? Смотри, ты можешь не пропускать, но вопрос, ты ссоришься, чтобы тебе лучше жить было. То есть, ты можешь и за маленькой какой-то вещи, а дойти до такого, что потом неделя в больнице. Так ты за, что ты хочешь? Ты хочешь хорошо жить или быть правым? Знаете, есть такое, что один человек дорогу решил переходить на зеленый свет. И едет машина. Он говорит, нет, я прав, значит, я буду идти. Ему говорят, куда ты идешь? Ты хочешь быть правым или живым? Он говорит, нет, я должен быть прав. И пошел его сбила машина. Так лучше быть правым, лучше быть живым, чем правым. Понятно? То есть, это как бы логичная вещь. Ну, хотя некоторые думают иначе. Некоторые готовы ради принципов своих умирать. Теперь некоторые готовы ради чужих принципов умирать. Ну, это очень, мне кажется, не так, как Шлома Мелых нам бы посоветовал. Хорошо. И кусочек сейчас у нас суббота наступает. С Божьей помощью сегодня вечером. Недельная глава Киты Цэ. Когда выйдешь ты на Милхаму, когда выйдешь ты на войну, ты увидишь ты женщину там красивую видом. И, значит, дает Всевышний нам, дает нам некий порядок действий, как должен был действовать воин в армии, когда он увидел девушку, женщину, которая пленится, как очень красиво, как себя вести. Значит, Бог говорит так, что я не могу, ну, то есть, было бы, если бы я сказал, не трогай ее, это было бы, это было бы сверх сил человека, потому что я же сам знаю, какое злое начало внутри человека, какое у него животное начало. И в войне тот, кто только что воевал, победил, там, дрался, у него адреналин, у него то, у него все, у него, ну, то есть, он все равно, значит, ее увидит, и у него, он находится сейчас в ситуации, значит, бей, бей, замри, в ситуации, когда ему управляют инстинкты. Он не сможет в этот момент остановиться, это, как бы, Всевышний знает. Поэтому он дал второе разрешение на эту девушку взять ее в жены. Хотя, в принципе, не надо было бы, и не следовало бы, и вообще запрещено. Но Всевышний понимает, что есть ситуации, в которых человек не может собой управлять. Поэтому он дал ему разрешение на ней жениться. Но Всевышний установил порядок действий в такой ситуации, что нужно ее взять на 30 дней себе домой. Дома она должна сидеть, оплативать папу и маму, потому что она пришла из другого народа, другие обычаи. Нужно ее поставить в какой-то, чтобы она была в платье, в таком мешковина, чтобы ее нужно побрить на волосы, чтобы сбрить с нее волосы, чтобы, наверное, в шее не было и так далее. Но и вид у нее тоже чуть изменится. И только через 30 дней, через 30 дней можно будет на ней жениться. Но уже потом, она уже в статусе жены, а не пленницы. И, значит, уже нельзя будет ее не продать, неплохо к ней относиться. То есть ты уже все, женился, женился. Уже как бы все. Теперь это первый отрывок. Дальше идет второй отрывок сразу. Если у человека будет две жены, одна любимая, вторая нелюбимая. Понятно, что если будет две жены, одна будет любимая, вторая нелюбимая. Потому что равноценно имеется в виду не то, что нелюбимая совсем, а она будет меньше любимая, чем другая. И будет она по-любому думать, что она ненавидимая. То есть там поэтому используется такое слово, что одна ума, одна любимая, а вторая ненавидимая. Потому что она скажет ему мужу, она ему не скажет, ты меня любишь меньше, чем другого. Она скажет, ты меня ненавидишь, она ему скажет. То есть Всевышний предупреждает, что она вынесет тебе мозг. То есть в любом случае одна из них будет, а может и две скажут, ты меня ненавидишь. Потому что они когда две, а им каждая кажется, что им не додает. И значит будет у тебя, то есть это как бы Всевышний устанавливает факт, что будет одна любимая, одна ненавидимая. Хорошо, значит. И родятся же у них дети. Все, дети от одной жены, от другой жены, они в роде. И у братья Йосефа продали, да, то есть это великого Якова, Истраэля. У него было четыре жены. От каждой жены, одна была любимая, одна ненавидимая, одна плакала все время. Вторая, Рахель, была его жена. И что, братья продали сына Рахели, любимой жены Йосефа. Они его хотели убить вообще и продали. Всевышний предупреждает, смотри, что будут у них дети же потом. И вот эта Санта-Барбара, которой ты затеваешь, она может плохо закончиться. Значит, и будут дети у ненавидимой, допустим, они будут старше. Ты ему должен дать двойную дозу наследства. Двойную, как бы, по Торе. Старший сын получает двойную долю наследства, а остальные получают одинарные доли. Он первенец, значит, у него есть преимущество. И будет первенец от нелюбимой. И он будет считать, что он должен получить двойную порцию наследства. Подумай об этом. Как бы, это второй отрывок идет. Третий отрывок идет. И если будет у человека сын Сурер-Вамуре, не слушай, сын будет обжором, пьяница. Будет сын, значит, который восстающий против родителей. То есть при воспитании, когда маму ненавидят, ну, как думает мама, она может сыну наговорить с этих гадостей про папу, и про вторую жену, и про вторых детей. И сын может родиться очень травмированный такой. И что, говорит Всевышний, так, такого сына лучше вообще убить? Закон Торы, как вообще, ребенка? Ну, там, его можно убить только, когда ему 12,5 лет, 13. Нет, 13, 13,5, когда он становится совершеннолетним. В общем, не важно, 13 или 12, важно то, что Талмуд говорит, что ни разу за все время приговор этот не был принесен в исполнение. Что это в Торе написано, но оно обусловлено, устная Тора обуславливает вот этот вот закон таким количеством невыполнимых вообще подробностей, что это никогда за всю историю этот закон не был использован и не приведен в исполнение. Талмуд тогда спрашивает, что зачем написано? Во-первых, чтобы дети боялись и слушали своих родителей, учили Тору и боялись, что такое может произойти. Во-вторых, чтобы родители боялись, чтобы мужчины думали, на ком ты женишься, какие будут потом дети и какие будут потом последствия. И, значит, когда дана нам вот эта вот разворачивающаяся концепция, да, что ты пойдешь за своим инстинктом, ты женишься на неподходящей женщине, начнутся проблемы Санта-Барбара с детьми, с семьей, и потом ребенок может погибнуть. Это то, что было даже у величайших праведников. Царь Давид женился, женился несколько раз на пленницах, у него было шесть жен, из них несколько было пленниц, которых он захватил на войне. Он, царь Давид, хотел выполнить всю Тору, включая вот эту вот очень сомнительную концепцию, что Всевышний здесь разрешил это сделать. Но царь Давид хотел, он шел все время по лезвию бритвы, он был такой воин, духовный воин, и он бах и женился на пленницах. И что? У него родился сын от этой пленницы Авшалом, который пошел на него войной, хотел его убить. И была война между Авшаломом, сыном царя Давида, от пленницы, который хотел убить отца. И в этой войне царь Давид, он так любил сына своего, он просил своего войска, только его не убивайте. Но это война, и военачальник Давида, Юав, он убил, значит, Авшалома. И царь Давид, он говорит, все, мне победа не в радость, сын погиб. А он ему говорит, ты что, мы вся армия, мы за тебя воевали, мы за тебя умирали, ты не можешь так поступить? То есть выйди к людям и скажи, что молодцы, победили в войне. И, значит, то есть царь Давид именно попал в эту историю, о которой написано в главе ТИТЦ. Теперь, чему нас учит Тора? Тора нас учит тому, что надо понимать причину следственной связи во всех событиях. Именно причина следственной связи. Ты не знаешь, что будет после, да, как у нас здесь, вернемся к Мишле, написано, что не ссорься, потому что ты не знаешь, что будет в конце. А Всевышний-то знает. Он говорит, что ты сделаешь, Бахарита, что ты сделаешь в последствии, когда он начнет тебя позорить. Всевышний знает. Ты думаешь, что ты сейчас начнешь его там, значит, ссориться с ним, а он не начнет, он еще больше начнет. Это знает Всевышний. Ты думаешь, что ты женишься на красивой женщине, красивой видой, но у которой ты с ней познакомился там где-то непонятно где, в каком месте, непонятно чем она до тебя занималась. А ты думаешь, что потом все будет хорошо, Всевышний говорит, нет, будет нехорошо. Ты думаешь, что берешь вторую жену там, и будет у тебя как-то жизнь улучшиться. Всевышний говорит, нет. То есть очень важно видеть, как работает мир, и понимать, что внутри есть то животное злое начало, которое является для человека внутренним врагом. И вот это и есть главная мелхома, в которой мы находимся, главная война. Это война со своим животным внутренним началом. И с Божьей помощью, значит, мы тихонечко. Самое лучшее средство, Всевышний говорит, против вот этого злоинстинктивного начала Тора. Когда ты учишься и заполняешь свою голову божественным светом, когда ты изучаешь правила, по которым устроен этот мир, то в этот момент, конечно же, появляется не просто шанс, а проявляется явный противовес. Всевышний создал злое начало, и Всевышний создал Тору, которая является как приправа Тавлин, средство против этого злого начала. И, значит, Всевышний создал Тору нам, для того, чтобы мы могли победить в этой войне со злым началом. Всем шаббат, шалом, всем удачи, успехов, чтобы была хорошая суббота, чтобы было полное выздоровление всем выздоравливающим, чтобы уже наступил мир наконец-то, и все больные на голову, которые начинают войны, все они, чтобы выздоровели. Мы выздоровели и поняли, что воевать, захватывать, убивать, это вообще ужасно, и чтобы закончилась война, прям моментально, и все плохие, нехорошие люди стали хорошими, добрыми, веселыми. Все, всем шаббат, шалом, до воскресения. Счастливо.